Добрый вечер, это программа «После новостей» в студии Алексея Клешко. Сегодня такой удивительный день у человека, который пришел у нас в студию. Обычно сам человек знает, с какого числа, где он работает, иногда отмечает эти юбилеи. Но про нашего сегодняшнего гостя много кто знает, что у него сегодня особый праздник. Ровно 10 лет назад, 28 ноября 2006 года, Сибирский федеральный университет, тогда еще вновь созданный, за 20 дней до этого только вышло распоряжение правительства о создании Сибирского федерального университета. А вот 28 ноября уже был назначен ректор. И им стал Евгений Васильевич Ваганов, академик, директор Института леса имени Сукачева, Сибирского отделения Российской академии наук. Выпускник, кстати, Краснодарского государственного университета. Все правильно? Все правильно. Добрый вечер, Евгений Васильевич. Евгений Васильевич, можно сначала не про ваш юбилей? Вот сегодня стало известно, чем закончился вот этот известный президентский разнос, который в конце прошлой недели остался в Российской академии наук, когда президент возмутился, что чиновники получили звание академиков. И сегодня уже четверо чиновников слетело со своих должностей. Вы считаете, вообще это правильно? Ну, я считаю, что это правильный шаг. И вообще серьезно наукой нельзя заниматься, вмещая очень серьезную должность. Наверное, это более широкого круга должно касаться. Единственное, свое оправдание могу сказать, что назначение мое на полугосударственную должность состоялось тогда, когда я уже был членом академии. И членом академии, все диссертации были защищены, безусловно. Собственно, это все же и стало для вас вот этим трамплином в руководящую жизнь создания нового вуза? Ну, может быть, не для меня в первую очередь, а для тех, кто предложил мне возглавить Сибирский федеральный университет, естественно, губернатор Александр Иванович Хлопонин и Александр Иванович Юс, тогда председатель законодательного соборания. Тогда и сейчас? Ну, да, и сейчас. Виноват. Да, да, да. Евгений Александрович. Я просто что-то увлекся. А вообще там вот сейчас, уже спустя 10 лет, можно же правду людям рассказать. Вы знаете, там сильные интриги были по поводу того, кого назначили, между кем была борьба, кого вы победили в этой подковерной схватке. Вот, Алексей Михайлович, точно ничего не знаю. Просто знаю то, что... И не хотелось узнать прямо. И, честно говоря, и не хотелось, потому что предложение было достаточно неожиданное для меня и на все про все были даны одни сутки. Мне пришлось принимать решение достаточно быстро, и достаточно быстро потом проходили все назначения. А что вы подумали, когда вам предложили? Не шутка ли это, не розыгрыш ли это? Нет, я думаю, что все-таки в кабинете председателя законодательного собрания на такие вещи не шутят, когда это было предложение как раз высказано Александром Викторовичем Мусом. Я подумал, что, может быть, это очень важный и очень нужный какой-то этап, который... Вернее, где я могу быть полезен в краю. Для вас лично это же был совершенно другой поворот личной истории. У вас была академическая такая карьера. Считали вы эти годовые кольца, условно говоря, там, у всех деревьев Красноярского края. И не только. Было имя, да, вот именно в этой среде. Вас цитировали, то есть приглашали на международные научные конференции. То есть вы вот... Вы шли в одну сторону. А теперь говорят, нет, теперь будешь администратором. Ну, я думаю, что как раз тот опыт, который был, мне казалось, будет очень полезен и в реализации университета, того, которым должен стать был. Который хотели создать. Да, да. Потому что без науки вообще серьезного университета, серьезного университета без серьезной науки нельзя было. А все-таки опыт за плечами научный, я считаю, что у меня был неплохой. С первого дня после выпуска из Красноярского государственного университета я сразу же поступил в институт физики. И потом, так это, перешел в институт биофизики, а потом по приглашению академика Исаева перешел в институт леса. Скажите, а вы помните первые решения, которые вам пришлось принимать, став ректором? Ну, я очень помню первую неделю, которая декабрьская, она была просто сумасшедшая, там нужно было принимать все правовые решения в очень ограниченное количество времени. Там же принять массу народу на работу. Да, там очень много таких вещей. Там, честно говоря, на ушах стояли. Но, в принципе, в это время начинал формироваться и будущий, ну, как бы, ректорат пришли. Директорный костяк университета. Да, и как-то стало вырисовываться, наверное, то, что мы должны сделать в первую очередь, что должны сделать во вторую очередь, где мы не должны потерять время, потому что понятно, что любой год, 2007 год, был очень насыщенным всякими событиями, а самое главное, очень большими деньгами. Ну, по тем временам это действительно были большие деньги, которые федерация дала на развитие объединенных четырех вузов в виде Сибирского федерального университета. Вот эта вот идея создания Сибирского федерального, она же, знаете, ну, достаточно уникальная в том смысле, что мы же чаще привыкли к другому отношению. Здесь ведь люди сражались за статус, но вместе со статусом новый вуз получил, ну, объединяющие четыре действующих, получил и деньги. У нас же чаще говорят по-другому, у нас часто говорят, ну, с деньгами каждый дурак сможет, и без денег смоги. Вот скажите, что было сделано благодаря деньгам, а что удалось сделать благодаря не деньгам, а вот какой-то идее, миссии, если хотите? Ну, понимаете, я думаю, что здесь, наверное, нельзя полностью разделить, потому что, например, формирование серьезной материальной базы, которая бы двинула науку, а здесь мы выступали вместе с нашими коллегами из академических институтов, и подкрепление денег очень существенно двинуло. Через три-четыре года мы уже увеличили, допустим, научную продукцию раз в пять, наверное. И за счет того, что материальная база позволяла больше привлечь денег со стороны, от бизнеса, от наших партнеров индустриальных, мы и здесь тоже, вот сейчас, если сравнивать то, что имел университет, условно говоря, зарабатывал, и что сейчас имеет, это, наверное, в 40 раз больше. А что самое дорогое купил университет? Ну, не рояль, это уж точно не рояль. Я думаю, что самые серьезные вложения были сделаны, наверное, в вычислительный центр, потому что он нужен был всем, и там задачи, мы точно знали, что там будут серьезные задачи не только для математиков или вычислителей, но и для физиков, и для биологов, сейчас очень большие, допустим, геномные последовательности считаются, если говорить о применении. Наверное, это самое дорогое вложение было. Но такого же уровня вложения были сделаны и в области физики, биологии, целый комплекс приборов. И ведь мы же пошли так, во-первых, мы пошли на комплексирование с нашими, формирование такого более полного коллективного центра, чтобы не дублировать особо ценные приборы. Во-вторых, мы провели конкурс в очень короткое время, чтобы понять, а где мы наиболее сильны, куда нужно вкладывать. Это не соц. Внутренний конкурс. Внутренний конкурс, чтобы понять, где потенциал. Да, где потенциал. Потому что бессмысленно вкладывать в тех, кто находился тогда, ну, в очень таком еще, условно говоря, недоразвитом. Вот сейчас, спустя 10 лет, как считаете, не зря вообще все это было затеяно? Потрачена куча сил, денег, энергии. Ну, давайте я сошлюсь только на два авторитетных мнения. Это мнение руководства края, и его выразил Виктор Александрович Толоконский, сказал, что это очень важное решение по поводу организации сибирско-федеральной, и за 10 лет мы видим, как это меняет и само образовательное или научно-образовательное сообщество, и как это сказывается на городе, и как на крае. Ну, и второе, если говорить о наших партнерах, которые у нас очень много сейчас действительно приезжают, и в том числе и за рубежа, они просто удивляются, насколько изменилась вся инфраструктура, включая не только то, что есть общежитие, корпуса, а и начинка, и уникальные лаборатории, которые действительно составляют сейчас в какой-то степени славу, что ли. Если попытаться назвать, может быть, самое главное достижение за эти 10 лет, вот вы бы считали, что самым главным в университете? Ну, если только одно, я могу сказать так. Можете пять, если хотите. Хорошо, ну давайте, да. Вот то, что сибирский федеральный состоялся как университет, который был прописан со своими функциями, со своей ролью и так далее. То есть действительно мы сейчас имеем абитуриентов со всей России. То есть, вообще говоря, это мегавуз. Мегавуз, да, абсолютно, да. Второе, естественно, это инфраструктура, которая была и с вложениями края, и с вложениями федерации, ну и, естественно, конечно, и какими-то внутренними. Затем я считаю, что вот та материальная база, которая позволила действительно сейчас делать научные работы и привлекать, естественно, студентов для очень высококачественных работ на очень такой достойный набор развития науки. Затем, безусловно, наше преимущество с самого начала было то, что мы стали работать с крупными компаниями. И вот сейчас... Вообще говоря, сама фишка, почему сибирский федеральный сырин выиграл, потому что тогда была придумана вещь, что мы не вообще в никуда готовим специалистов, а стараемся для экономики Сибири, экономики края. Ну и вот сейчас, значит, так называемые ресерчи, то есть центры такого научно-производственного развития компании просто теперь строят на территории университета. В самом университете. Да, в Шлюнберже, Нарникель, я думаю, что следующий будет Русал и так далее. Вы знаете, есть вещи, которые многие улыбаются, считая, что это пиарочные вещи. Но вот зная вас, я понимаю, что вы-то относитесь к этому с улыбкой, но в то же время достаточно серьёзно. Я имею в виду всякие вот эти инициативы со словом «ректорский». Значит, чемпионат по мини-футболу на кубок ректора, ректорское чаепитие с каким-то особым кругом студентов. Премия ректора, кстати, учителям школ, партнёров. Вот почему это важно, по-вашему? Ну, мне кажется, что это важно не с точки зрения того, чтобы поднять ректора, потому что это просто создание новых традиций, которые, может быть, раньше не были. И вообще говоря, наверное, это важно для тех, кто участвует в этом. Вот кубок ректора по мини-футболу. Ну, 52 команды участвуют ежегодно. Я не думаю, чтобы чисто ректора, имя ректора привлекало, а кубок, за который борется внутри университета. 30 секунд осталось у нас в финале нашей программы. Вообще, я хотел поговорить о будущем, но давайте это будет потом когда-нибудь отдельная передача. А я хочу, знаете, задать вам 5 коротких вопросов, просьба ответить очень коротко. Ваша жена довольна вашей судьбой? Думаю, да. Вы довольны университетом? Да. Если вам предстояло бы назвать имя человека, которого бы вы предложили назначить ректором после себя, кто бы это был? Кто-то из нашей команды. Скажите, за что вы цените людей вообще? Профессионализм все-таки я считаю, что самое основное, потому что большая часть нашей жизни проходит на работе. Ваши дети бы учились в Сибирском федеральном университете? А почему нет? Я учился в Крышнайском государственном университете. Чем было хуже? Наш гость сегодня был, отмечающий сегодня десятилетие своей работы в должности ректора Сибирского федерального университета, Игорь Несанович Ваганов, академик. До встречи в программе «После новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова